Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи снова завоют сирены. Администрация края проведет плановую проверку региональной системы оповещения. Мы в Сочи пьем воду из-под крана. Акцию под таким названием на курорте приурочили ко Всемирному Дню Воды. Обучение детей с аутистическими расстройствами. Опытом в этой сфере в Сочи поделились педагоги со всей России. Кубаночка одержала уверенную победу над командой Казахстана. В Сочи сражаются молодежные женские сборные по футболу из восьми стран. Более восьми тысяч человек будут следить за порядком во время проведения Кубка Конфедерации. Вопросы безопасности на главном спортивном событии года обсуждали в Геленджике. Там накануне прошло заседание антитеррористической комиссии. Уже в начале лета город-курорт будет принимать футбольные команды. Продолжат тему наши краснодарские коллеги. Весь город как на ладони. Под пристальным вниманием практически каждый уголок курорта. В ситуационный центр Геленджика в режиме реального времени поступает картинка с 400 камер. Как налажена работа системы безопасный город оценивает глава региона. На мониторах видно, что улицы пока еще не так многолюдны, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Но уже совсем скоро курорт будет принимать не только миллионы отдыхающих, но и команды-участницы Кубка Конфедерации по футболу. В Геленджике для них будут организованы тренировочные базы. С начала курортного сезона мы еще где-то порядка 200 камер видеонаблюдения поставим, для того, чтобы, как я и сказал, въезд и выезд уже полностью охватить периметр нашего города. Ну и кроме того, в селах и поселках у нас отдельно камеры. Конечно, дорогое это удовольствие, дорогое для бюджета, но вот сегодня жизнь, в первую очередь, и здоровье и жителей города, и отдыхающих превыше всего. Сегодня мы рассматриваем, и уже есть договоренность сказать, что мы о чем говорим. Там будет 60 казаков, они приняли решение, деньги уже выделены на эти цели. И именно набережь тоже. Это у нас будет одномоментно 60 казаков на набережье? Нет, одномоментно будет 30. Одномоментно 30. Но, коллеги, это уже очень хорошо, когда 30 казаков в курортный сезон, в разгар, будут патрулировать набережью. Система «Безопасный город» должна также эффективно показать себя и в других муниципалитетах, отмечает Вениамин Кондратьев уже на селекторном совещании. Сегодня в регионе больше 4000 видеокамер, и эту работу продолжают совершенствовать. Важно, чтобы они отражали фактическую ситуацию в том или ином муниципальном образовании и в городе. И самое главное, чтобы мы могли быстро реагировать, если вдруг видим угрозу. В этом году стартует программа, рассчитанная на 3 года, объем финансирования из краевого бюджета на модернизацию уже существующих видеокамер и в целом системы около 1 миллиарда рублей. Я считаю, это мера вынужденная и необходимая, и она себя должна оправдать. Следить за порядком в городах Кубани во время проведения Кубка Конфедерации чемпионата мира по футболу будут не только с экранов и мониторов. Всесиловые службы переходят на усиленный режим работы. Олимпийская столица под особым вниманием. К нами подготовлен предварительный расчет сил и средств. Всего в городе Сочи для проведения Кубка Конфедерации планируется задействоваться около 5000 сотрудников органов внутренних дел, 1299 ГУ Росгвардии. Кроме того, к охране общественного порядка будет привлечено 300 казаков-дружинников, 800 контролеров-распорядителей, 160 работников частных охранных организаций и 1300 волонтеров. Безопасность гостиницы пляжей, в том числе и зона ответственности частной охраны. Однако к их сотрудникам у правоохранителей сегодня немало вопросов. Многие, например, даже не знают своих должностных обязанностей. Давайте четко поймем, смогут ли вообще ЧОПы, частные охранные предприятия, обеспечить нам сегодня порядок и безопасность. Чем раньше мы это поймем, тем быстрее примем решение, что нам делать. Или ЧОПы менять, или жестче говорить с хайзивами этих ЧОПов. А сегодня, когда куда ни ткнись, в какой угодно ЧОП, и миллион вопросов. Тогда за что этот ЧОП получает деньги, что он охраняет? Коллеги главы муниципальных образований, вы все в состоянии понимать. И все знаете ЧОПы. Я даже думаю, что знаете, кто за ними стоит. Ровно неделя. Или вы наведите порядок, или если уже ЧОПа пойдет в наше поле зрения, то зона ответственности ваша. Но большую озабоченность у главы региона вызывает транспортная безопасность. И в первую очередь это касается железнодорожных вокзалов. Некоторые из них так и не прошли проверку, в том числе и из-за недостаточной технической оснащенности. Денег не хватает. Что не хватает? Средств. Все, хватает, я вам доложу. Ну да, коллеги, мозгов не хватает, Рус. Или оперативности? Есть проблемы. Коллеги, сколько вам нужно времени под протокол, чтобы эти вопросы не было? У нас времени нет. Нам нужно четко, чтобы все вокзалы были защищены. Я еще раз подчеркиваю, они все входят в систему безопасности в целом крае. Создайте вы этот поиск безопасности. Ну, вокруг любого железнодорожного вокзала. Ну, это же, ну что-то так сложно. Мне кажется, просто желание должно быть. На устранение всех озвученных на совещании о недостатках в системе безопасности Виамин Кондратьев отводит буквально считанные дни. Ведь уже в июне на Кубань приедут не только туристы, но и более 700 тысяч болельщиков и 8 сильнейших команд со всех континентов. И ничто не должно мрачить их впечатление о гостеприимстве Краснодарского края. Районы и казачье общество должны подготовить свои инвест-проекты. Реализовать их помогут власти. Об этом сегодня заявил губернатор Вениамин Кондратьев на Совете атаманов в Краснодаре. Глава региона отметил, Кубанское казачье войско должно быть не только самым сильным в стране, но еще и экономически самостоятельным. А для этого нужно зарабатывать, искать точки роста. Сегодня Кубанское казачье войско не то, которое было 10 лет назад. Другие обороты, другие высоты, другая интеграция в реальную жизнь региона. Сегодня вы везде. Вы с властью и власть сегодня с вами. Поэтому не воспользоваться этим нельзя. Никогда казачество не станет реальной силой в этом крае, если не будет принимать участие в экономическом обороте региона. Если не будет принимать участие в экономике той земли, на которой живет. Собственная экономика, которая должна быть создана вашими руками. Потому что сегодня любая идеология должна подтверждаться сильной экономикой. Николай Александрович, прошу здесь поддержки. Пусть районные казачьи общества подготовят ряд институционных проектов в каждое. Хотят сельхозпереработку, пусть предлагают. Хотят казачьи рынки. На совет атаманов в столицу Кубани приехали более 500 человек со всего края. Это руководители казачьих обществ, директора кадетских школ, атаманы районов. В таком расширенном составе в этом году они собрались впервые. В Сочи снова проверят сирены. 29 марта администрация края проведет плановую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. В отдаленные труднодоступные места, где прохождение сигнала затруднено из-за особенностей рельефа или нет громкоговорителей, приедут специальные автомобили. Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем». Поэтому сигналу необходимо включить телевизоры на канал Кубань-24, радиоприемники на Первое радио Кубани или Радио России и прослушать специальное сообщение. В Сочи прошел Всероссийский научно-практический семинар под названием «Региональный опыт сопровождения детей с расстройством аутического спектра». Его проводит Министерство образования и науки Российской Федерации. Цель – поделиться опытом учебного сопровождения таких детей. Всемирной организацией здравоохранения отмечен рост детей с расстройствами аутистического спектра. Таких детей – один из 160. И это вызывает беспокойство, в частности, в Российском министерстве образования и науки. Ведь для каждого ребенка с аутизмом нужен отдельно подобранный образовательный маршрут. На сегодняшний день очень много разнообразных технологий, и в регионах они применяются, в том числе и в Краснодарском крае. Все-таки эффект, на какой уровень мы выводим ребенка с аутизмом, во многом зависит от его индивидуальных возможностей. Потому что если это расстройство аутистического спектра, это целый спектр. И если мы говорим о ребенке с высокофункциональным аутизмом, то он часто при своевременной, правильно оказанной помощи имеет возможность уже к взрослому возрасту адаптироваться в окружающей среде, получить работу, создать семью. Актуальность проблемы очевидна. В Сочи в системе дошкольного образования обучается 35 таких воспитанников. В школах 27 учеников. В системе коррекционного образования на базе школы-интерната еще 73 ребенка. Совершенно свежий пример 2016 года гимназия номер 8. В этом году там пришли в первый класс обучаться два ребенка с расстройством аутистического спектра. Они совершенно разные. Они учатся в двух параллельных первых классах с сопровождением тьютера. Достаточно успешно прошли период адаптации. И насколько вот мы всегда стараемся эту тему держать на контроле. Приходим, смотрим, методически сопровождаем, помогая педагогам. Достаточно все успешно. Тем не менее, проблемные вопросы все же остаются. Большей частью это касается отношения окружающих к самому факту совместного обучения. Экспериментальные классы работают первый год. Все нюансы, которые будут выявлены на этом этапе, учтут при формировании классов в остальных школах. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Несмотря на то, что 70% земной поверхности покрыта водой для многих территорий на планете Земля, она все же остается настоящей роскошью. В этом плане город Сочи поистине можно назвать райским уголком. Здесь источник питьевой воды можно найти в каждом бытовом кране. Это в очередной раз доказали сотрудники водоканала. Они устроили экскурсию на объекты водоснабжения в поддержку акции «Мы в Сочи пьем воду из-под крана». Акция «Мы в Сочи пьем воду из-под крана» приурочена сразу к двум важным датам – Году экологии в России и Всемирному дню воды. Название не только говорящее, но и предметное. Система водоподготовки в городе такова, что на выходе сочинская оживительная влага не требует никаких дополнительных средств фильтрации. На самом деле это вода, которая нельзя напиться. То есть ее пьешь и хочется пить еще. То есть по вкусу она иногда. Нормальная наша в Сочи пьем воду из-под крана. Это очень хорошая вода. Как говорят сотрудники сочинского водоканала, постаралась сама природа. На территории курорта действуют сразу четыре крупных водозабора. На реках Псизуапсе, Шахе, Сочи и Мзымта. Сначала питьевая вода проходит через природный фильтр «Грунт». Затем поступает на очистные объекты, где подвергается минимальной технической подготовке. Специалисты лишь проводят процедуру обеззараживания. Она обязательно и закреплена в нормативах. Вода, поставляемая в сеть нашей компании, соответствует всем стандартам, которые приняты Российской Федерации. Более того, у нас есть сертификат соответствия, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию. Не каждое предприятие, водоснабжающее Российской Федерации, может похвастать наличием такого сертификата. И данный сертификат говорит о самых высоких стандартах качества. Для обеззараживания воды не используется никаких химических реагентов, кроме разрешенного гипохлорита натрия. Впрочем, в процессе транспортировки и его молекулы оседают. В этом смысле город Сочи уникальный город. Таких городов, ну не то, что Российской Федерации, я думаю, их на планете очень мало, чтобы город с численностью более полумиллиона мог похвастаться такого качества водой. И дворные источники позволяют пить воду действительно напрямую из-под крана. Но несмотря на благоприятные природные факторы, за качеством воды ведут дополнительный контроль в лаборатории. Ежедневно пробы берут из более чем 200 точек и проверяют по 30 показателям качества. Так что всем туристам горожане могут смело говорить. Мы в Сочи пьем воду из-под крана. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Ярмарка вакансий для ведущих спортивных менеджеров в Российском международном Олимпийском университете. Сегодня прошло мероприятие Career Battle. Студенты против работодателей. Так называемая битва за карьеру. Подобные ярмарки вакансий Олимпийский университет проводит ежегодно. Это знакомство руководителей ведущих российских и зарубежных профильных компаний с талантливыми студентами, завершающими курс обучения в РМО по программе «Мастер спортивного администрирования». Студенты уже зарекомендовали себя как успешные менеджеры в авторитетных спортивных организациях национального и международного уровня. А теперь могут занять места в успешных компаниях по всему миру. Работу студентам университета сегодня предлагали, например, федеральная база «Югспорт», «Горкий город», «Роза Хутор», хоккейный клуб «Сочи», футбольный клуб «Локомотивы» и многие другие. Мы в первую очередь ищем молодых, инициативных, энергичных, которые хотят добиться всего сами. Безусловно, это интересный формат и, на мой взгляд, одно из важных факторов для таких ярмарок – это в первую очередь обмен мнением, обмен мнением между работодателями и потенциальными работниками. Все студенты, которые обучались по разным программам Олимпийского университета в течение четырех лет, а таких более шестисот, уже трудоустроены. Наши выпускники по всему миру распространяются. Есть самые высокие должности. Они занимают, например, генеральный секретарь Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки. Это наш выпускник первого года. У нас есть ребята, которые, между прочим, возвращаются в Сочи. Вот совсем недавно сюда вернулся наш выпускник тоже первого года обучения, который создал здесь школу чемпионика для тех, кто любит футбол. С днем рождения казачьего маэстро. По таким праздничным названиям в Зимнем театре Сочи прошел концерт кубанского казачьего хора. Он посвящен дню рождения Виктора Григорьевича Захарченко, художественного руководителя хора. А перед концертом состоялась пресс-конференция. В рекламе кубанский казачий хор не нуждается. Это всегда полные залы, будь то концертные площадки в России или за рубежом. И когда нашему городу предложили концерт в день рождения маэстро, Сочи воспринял это как подарок горожанам. У кубанского казачьего хора есть, на наш взгляд, целая история, связанная с нашим городом. И сколько блистательных страниц культурной жизни нашего города украшены именно присутствием на наших концертных площадках этого блистательного хора. Лауреат Государственной премии России Виктор Захарченко родился 22 марта 1938 года. И ежегодно в этот день, вот уже 40 лет подряд, артисты хора обязательно на сцене. Две недели назад коллектив вернулся из турне по городам нашей страны, в результате чего попал в Книгу рекордов России. Мы проехали свыше 21 тысячи километров по всей нашей стране. Мы побывали в 24 городах крупнейших Российской Федерации. Мы дали 27 концертов за 37 дней. Значит, этот рекорд зарегистрирован, и все говорят, в Книге рекордов Гиннесса, я говорю, нет, не американской книги, а в Книге рекордов России. Зарегистрирован рекорд Кубанского казачьего хора как самый длительный тур Кубанского казачьего хора в России. Выступив с уникальной концертной программой в Сочи, коллектив начнет готовиться к новому юбилею. В следующем году 80 лет Виктору Захарченко. Запланирован юбилейный концерт уже в Московском государственном кремлевском дворце. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Лучшие продукты питания представлены в Сочи. Сегодня на курорте открылась 19-я специализированная выставка, организованная компанией СОУД. 19-я международная выставка продукты питания объявляется открытой. На Сочинской выставке традиционно собираются лучшие производители и поставщики, представляющие разнообразный ассортимент продовольственной продукции. На этот раз на площадке СОУД расположены павильоны более 70 компаний из разных регионов страны, а также Белоруссии, Казахстана и Армении. Качество продуктов и сырья соответствуют самым высоким стандартам. А богатый ассортимент рыбной, мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции порадует посетителей выставки не только своим вкусом, но и новизной. Здесь такое разнообразие. Так все вкусно пахнет и предлагают все попробовать. Просто я даже растерялась и не могу определиться. Сейчас пойду все посмотрю и решу, что наиболее подходящее, что вкусно, что можно купить. Но вообще, конечно, очень большой выбор, очень большой ассортимент. Все такое свежее, все такое вкусное, что просто не удаешься. Выставки, проводимые компанией СОУД, это не только возможность для производителей представить свою продукцию, но и площадка для делового общения. В ходе круглых столов участники обсудят производственные проблемы и поделятся опытом и эффективными методами работы. Это та площадка, где заключаются контракты и договора, где проходят маркетинговые исследования новой продукции, изучается рынок, изучается потребительский спрос. Это очень важное мероприятие для производителя на самом деле. И я надеюсь, что после окончания нашей выставки на прилавках как и гипермаркетов, так и мини-маркетов, и совсем маленьких магазинов, появится новый ассортимент и новые линейки товаров, которые привезли сегодня наши производители на выставку. Увидеть и приобрести лучшие продукты питания можно с 22 по 25 марта в выставочном зале отеля «Жемчужина». Время работы с 10 до 18 часов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Все самое вкусное из Армении можно попробовать и приобрести на открывшейся в Гранд-отеле «Жемчужина» выставке продукты питания. Ехагнадзорский консервный завод с полувековой историей представляет продукцию, приготовленную по традиционным армянским рецептам. На стенде «Вкус Армении» можно продегустировать и приобрести разные виды варенья, джемов, компотов, в том числе компот из диких груш или варенья из грецкого ореха. Также в ассортименте икра, аджика, лечу с огромным количеством зелени и специй. Здесь же различные маринады, печеные овощи и даже виноградные листья. Все продукции, представленные нами, приготовленные с любовью и сохранили в себе немного солнца и чистого горного воздуха. «Попробовав их, вы сможете в этом убедиться. Вся продукция производится из экологически чистых овощей и фруктов, произрастающих в горных районах Армении, выращенных без ГМО и без всяких химикатов». Ехагнадзорский консервный завод производит, продает и экспортирует консервы брендов «Вкус Армении» и «Айгепан». Около 80% продукции экспортируется в другие страны. Немало почитателей армянских брендов и среди сочинцев. В нашем городе армянские консервы представлены в 200 торговых точках. Телефон 8 988 159 99 09. На специализированной выставке представлена и продукция из Камчатки. Большой ассортимент рыбы, консервы и икру по приемлемым ценам можно найти во втором павильоне в выставочном зале отеля «Жемчужина». Свою высококачественную продукцию в Сочи компания представляет впервые. Больше 20 разновидностей рыбы из Камчатки, холодного и горячего копчения, балыки и совершенно эксклюзивную калорийную чавычу представляют прямые поставщики Елизовского рыбоперерабатывающего завода. Все продукты доставлены без использования глубокой заморозки, что позволяет сохранить витамины и полезные омега-кислоты. Также икра чавычи содержит массу микроэлементов, способствующих улучшению кровообращения и укреплению костной ткани. Отдельное внимание привлекает слабосоленая сельдь из Алюторского залива. Ее продают прямо из дубовой бочки, где рыба и была засолена. Это делает вкус сельди насыщенным и увеличивает срок ее хранения. Представлены большой ассортимент консервов – форель, нерка, скумбрия и, конечно же, треска. И все это по приемлемым ценам. Есть возможность прямых поставок. Ассортимент огромный. Приходите. Очень вкусные консервы. В частности, печень трески сделана в море прямо на корабле. То есть производство супер. Очень все вкусно. Ждем. Приходите. Покупайте нашу продукцию. Пробуйте. Очень вкусно все. Все свежее. На Адлерской птицефабрике перемены теперь здесь работают по-новому. Старейшее на юге России предприятие уходит от промышленного производства цыпленка-бройлера и переходит к выращиванию домашней фермерской курицы. Попробовать новую продукцию можно уже сегодня. А представлена она на выставке «Продукты питания». Адлерская птицефабрика своей отменной продукцией славится с 1935 года. Сегодня же местная курица стала еще вкуснее и полезнее. А все потому, что растет фермерская птица в два раза дольше промышленной. Ну и, как положено, домашней гуляет на свежем воздухе. Отличает их от бройлерного цыпленка и рацион питания. Фермерских кормят не только зерном, но и овощами и разнотравьем. Порода домашней фермерской курицы также отличается от промышленного цыпленка-бройлера. Даже цвет оперения от не бело-светло-белой, а имеет окраску красно-коричневую, серебристо-серую. Но вместе с нововведениями Адлерская птицефабрика возвращается к традициям и возобновляет выращивание каплунов, специально откормленных на мясо петухов употребляли в европейской кухне еще до начала 20 века. В России каплун также был популярен. Но после Октябрьской революции каплун, как и рябчик, как и все остальные деликатесы, ушел в прошлое. Но сегодня он опять возвращается к нам и будет присутствовать в России, в Сочи, на Адлерской птицефабрики. Не только выращивание, но и убои. Обработка фермерского каплуна существенно отличается от производства бройлерного. Весь процесс приближен к домашнему. Обработка происходит у нас вручную, ощипка, потрошение, а также зачистка тушек. Мясо более нежное и сочное. Я думаю, что любая хозяйка по достоинству оценит данный продукт. Каплун – это вообще считается деликатесом. Благодаря нашим птицеводам мы возрождаем эти традиции. Мы очень щепетильно подходим к качеству. Мы хотим, чтобы на столах наших потребителей было по-настоящему качественным, вкусным, экологически чистым продуктом. Новинки адресской птицефабрики можно приобрести в фирменных магазинах, а также на выставке продукты питания в гранд-отеле «Жемчужина». Стенд номер 19. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский. Телекомпания «ФКТ». Женская сборная Краснодарского края «Кубаночка» одержала уверенную победу над командой «Казахстаном». 3-0. Встреча проходила в рамках третьего тура международного турнира «Кубанская весна». За ходом встречи наблюдала наша съемочная группа. Сегодня третий игровой день международного футбольного турнира среди женских молодежных команд «Кубанская весна». Местным болельщикам в первую очередь был интересен матч между сборными Краснодарского края и Казахстаном. С первых минут встречи девушки из «Кубаночки» взяли инициативу в свои руки. Соперницы не смогли противопоставить местным спортсменкам практически ничего. Итог 3-0 в пользу сборной края. Не все моменты мы реализовали. Могли забить, конечно, больше. Игра не такая слаженная, как была со Словенией. Два дня назад матч со Словенией фаворитом турнира завершился фактически сенсацией для «Кубаночки». Они сыграли в ничью. Сегодня была последняя игра в групповом этапе. В подгруппах мы сыграли уже все игры. То есть мы на третьей позиции. У нас одна ничья, одно поражение и одна победа. В принципе, у нас молодой состав. Большая часть девчонок первый раз участвует на таком турнире. Игроки некоторые растут и достаточно быстро, потому что это опыт международных игр. Он ничем не заменим. Ну а победу над Казахстаном «Кубаночка» назвала запланированная. Сегодняшние соперницы – не самая сильная команда в группе. Впрочем, это понимают и сами казахи. Для их молодой команды «Кубанская весна» – это в первую очередь хороший соревновательный опыт. У нас команда молодая. Мы только собрались, можно сказать, с нуля команду собрали. Есть над чем работать. Много вопросов к девчонкам также есть. А так, в общем, очень высокий уровень команд. Приехали сильные команды. Приятно посмотреть, есть на чем учиться. А приехали восемь команд. Иран, Румыния, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Словения и Россия. Наша вторая национальная команда сборной России пока в турнире без поражений. У России сейчас будет решаться выход из группы. Она будет играть со сборной Румынии. Тут, пожалуй, можно сказать, стыковой матч. Кто победит, тот и выходит в следующий этап. Будем надеяться. Будем надеяться. Довольно сложно. Первый матч сыграли с белорусами 0-0. Во втором матче очень сложная победа со сборной Азербайджана. Финал Кубанской весны состоится 26 марта. Итоговый матч пройдет на центральном поле Сочи, стадионе Югспорта. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...